Проверить всех членов возможной новой коалиции на детекторе лжи предлагает нардеп Сергей Каплин. Такое предложение он озвучил на своей странице в фейсбуке. Тогда, по мнению Каплина, мы и узнаем, ведутся ли переговоры между ППП, Народным фронтом и фракцией Лешко об объединении. Пройти тест на детекторе лжи Каплин предлагает и экс-премьеру, и ссылается в своем посте на материал, размещенный на одном из интернет-сайтов. Уверяет, там приведены четыре неправдивых утверждения Арсения Яценюка в эфире одного из телеканалов. В частности, бывший глава Каплина заявлял, что в феврале 2014-го, когда он возглавил правительство, на казначейском счету государства было чуть более 100 тысяч гривен. Тогда, как утверждает издание, входная сальда единого казначейского счета составляла почти 4 миллиарда гривен. Неправдой назвал интернет-сайт и слова экс-премьера о пустых газовых складах в то время. Поскольку, по данным «Нафтогаза», объемы природного газа в подземных хранилищах Украины осенью 2013-го составляли 15 миллиардов кубометров, а спустя полгода сократились в два раза. Но не растворились, как уверял Яценюк. Яценюк никогда ничего случайно не путает. Снова же, он как квинтэссенция, как символ новой украинской политики. В основу своей деятельности профессионально и политически положил такое понятие, как ложь. Обман на обманом. Ему более всего подходит пословица, если его характеризовать, народная, известная, популярная пословица. Брехня, брехнею, погоня. Я призываю сегодня лидеров новой коалиции пройти тест на полиграфе, на детекторе лжи, а не выступать и пениться на трибуне Верховного Совета, опровергая те или иные документы или версии о создании новой коалиции. Продолжение следует...